Здравствуйте! За выдвижение Бориса Надеждина в президенты стоят очереди по всей России на морозе по три часа. Первый вопрос, фиг ли так долго? А потому что система так устроена, что речь не о том, чтобы просто расписаться, это целая процедура по идентификации подписанта, иначе зря сопли морозил, подпись могут не признать. Впрочем, и так могут не признать. Я помню, выдвигался всего-то в районные депутаты в столичном Щукино. Собрать-то надо было всего 26 подписей, и не признали. Почерковеды не зря жуют свой хлеб за 30 сребренников, а Надеждину надо собрать 100 тысяч автографов, причем аккуратно размазанных по всей стране. Тут как не крутись, а не захотят допустить, так и не допустят. Я сегодня с утра поставил опрос на тему, доверяете ли вы кандидат в президенты Борису Надеждину. И уже вот две тысячи голосов, а может уже и больше. Да, доверяю 31%, нет, 53%, не знаю, кто это такой, 16%. Результаты по-любому лучше, чем у остальных. А в чем секрет, объясняют сами граждане перед опросом в комментариях. Цитаты. Если выбирать между Антихристом и Надеждином, то выбор очевиден, но я бы хотел видеть других кандидатов. Нельзя, чтобы более 20 лет был один президент, жизнь при котором не улучшается. Он уже очень далек от народа, и те, кто ему рассказывает, как живет народ, тоже далеки от народа. Даже когда якобы встречаются с населением, стоят подставные. Затрудняюсь сказать, доверяю ли я, но точно знаю, что буду голосовать за Надеждинность. Власть должна быть сменяемой, а еще хочется надеяться, что он выполнит свои обещания. Борис Надеждин в данном случае является единственным легальным и безопасным инструментом заявить о своем отношении к войне. А дальше каждый решает для себя сам. Не ошибитесь с выбором, товарищи. Надеждину доверяю, но голосовать за его кандидатуру не буду, потому что не разделяю его взглядов. Да не переживайте так, Бориску не допустят до престола, может даже до выборов. Просто люди устали от беспредела и готовы голосовать хоть за кота. Это только некоторые посты, уже сейчас их под сотню. Понятно, что до обещаний Надеждин дело не дойдет. Никто ему не позволит выиграть выборы. Да он и сам это прекрасно понимает, он же очень умный. Вопрос стоит сейчас о том, вообще дойдет он до выборов или нет. Хотя и этот вопрос, ввиду того, что выиграть все равно не дадут, большого смысла не имеет. Но скучный выборный процесс оживит несомненно. Зачем, собственно, и нужен? Навряд ли это добавить что-то Путину в нелегкой выборной борьбе, одолевшему Надеждину? Потому что смешно. А смех в политике убивает. В прошлый раз он одолел подмосковного девелопера, маскировавшегося под торговца клубникой, которого, кстати, КПРФ не выдвинуло на этот раз, ограничившись уже бывшим в употреблении Харитоновым. Теперь на роль главного супостата избран бывший помощник председателя правительства Российской Федерации Сергея Кириенко, член полицсовета движения «Новая сила» Сергея Кириенко. Кем избран? Ну, не знаю, под лавкой не сидел. Но напомню, что любой, кто всерьез претендовал на высшую власть в России, до выборов президент как-то не доходил. Немцова застрелили показательно под стенами Кремля, Пригожин разбился на самолете, кидаясь гранатами. Навальный, сами знаете, сначала неудачно сменил трусы, а потом сел очень надолго. И так далее. А Надеждин вот баллотируется. Про помощь канала не напоминаю. Кратко. Мэр Орла Парахин сообщил, что в нескольких многоэтажных домов города вывел из стекла после атаки четырех беспилотников ВСУ. Предотвращен теракт, который готовил 19-летний россиянин по заданию запрещенной организации на предприятии воен-телеком в городе Рыбинск Ярославской области. В Санкт-Петербурге полковник полиции умер в ходе проведения проверки. Под Москвой пятеро детей и взрослые отравились угарным газом. С 1 апреля начнут поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов в кассах магазинов. Посол в Ватикане одобряет папу. Россия приветствует инициативы папы римского Франциска, которые направлены на установление мира на Украине, заявил посол России в Ватикане Иван Салтановский. Ранее, 24 января, Салтановский заявил, что Москва пока не получала официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров с Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к ним. Вообще, публикации заявлений послов в старое доброе время считалось дурным тоном. Президент, в крайнем случае министр иностранных дел. А сейчас все части публикуем слова послов, причем наших. Похоже, никто особо не стремится дать комментарии российским СМИ. А уж наш посол в Ватикане, что при этом сказал сам Папа лично, за кадром, ну, может, каким мировым СМИ и скажет. У нас больше нет мировых СМИ, ну, таких, какой была Правда или ТАСС, который уполномочен заявить. Своими руками сами ликвидировали медийное влияние страны в мире. А теперь публикуем, как наш посол в Ватикане что-то там приветствует. Киев получит оружие для поражения логистических узлов. Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Иларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которым ранее не располагал. С помощью этого оружия, сказал Павлюк, украинские войска смогут поражать логистические узлы. А мы пока только грозимся, что готовы поражать транспорт, перевозящий для Украины вооружение и военную технику. Между тем, любой транспорт, перевозящий грузы для Украины в условиях войны, становится законной целью для вооруженных сил РФ. Между тем, удар украинских БПЛА по порту в услуге ставит вопрос, насколько эти БПЛА были украинскими. До ближайшей границы с Украиной там почти тысячи километров. Так далеко беспилотники, да еще с грузом взрывчатки, не летают. Значит, либо БПЛА запускались с территории РФ, что неизбежно ставит вопрос, откуда эта техника, либо пользовались сопредельными территориями, и тогда вопрос поражения логистических узлов приобретает обоюдоострый характер. Эстония, Финляндия там рядом. США только что несли вот удар по Йемену, сообщило Центральное командование вооруженных сил. В сообщении уточняется, что удар был нанесен в целях самообороны. Ну а мы-то чем хуже. В Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома. Женщина во время разговора в метро о специальной военной операции выразила поддержку Украине, сообщает Фонтанка. Издание выяснилось, что женщину задержали накануне возле станции Владимирская. Заявление на нее поступило от 22-летнего молодого человека. Последний пояснил оперативникам, что в ходе беседы на Достоевской горожанка рассказала о симпатиях к действию украинской армии. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде синего-желтого флага размером 5 на 3 сантиметра. В действию гражданки усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации вооруженных сил России. В начале спецоперации сотрудница Института прикладной астрономии РАН вместе с другими учеными подписывала открытое письмо против боевых действий. Студент, написавший на нее донос, получил высшее образование в Донецке, ушел на фронт, демобилизовался, затем поступил в Санкт-Петербургский госуниверситет.